Здравствуйте, я вас витаю. Шалом and welcome. Добро пожаловать в сегодняшнее видео. Меня зовут Алина Миропольска и это The Personal Spirit YouTube Channel. Сегодня мы с вами поговорим про базовые техники заземления. Если вы еще не подписаны на этот канал, то пожалуйста подпишитесь. Я хочу начать с того, что эти техники являются духовными техниками, и они, конечно же, не являются медицинским или юридическим советом. Я буду очень рада, если духовные темы и духовный подход вам интересен, и мы продолжим говорить про эту тему в данном видео. Если же какие-то духовные и альтернативные техники менее интересны для вас, то, пожалуйста, отключите это видео. И даже на моем канале есть много других видео, которые не касаются духовных тем. Для тех же, кому эти темы интересны, я буду очень рада в открытом доступе поделиться этой информацией, которая полезна, легко применима. И жаль, что когда я начинала свое духовное путешествие, не так просто было найти такую информацию онлайн, хотя это, в принципе, простые базовые техники, которые хорошо бы, чтобы все знали и могли применять. Ну, прежде всего, начнем с того, что различные техники заземления не обязательно применять, когда есть какая-то острая в них необходимость. Их можно практиковать время от времени, например, включить их в какой-то ваш ежедневный ритуал, или в какие-то медитативные практики добавить какой-то элемент, одну или несколько из этих техник. Мы все духовные существа, живущие нашу инкарнацию, нашу человеческую инкарнацию на планете Земля. И нам важно оставаться в балансе с собой, с миром, со Вселенной. И такие техники помогают нам не потерять связь с Землей, особенно когда мы все больше и больше занимаемся духовными практиками. Для кого-то может быть более сложным находить связь со Вселенной, осознавать свою духовную суть, осознавать себя как бессмертную душу, как духовное существо. Для кого-то, напротив, более сложным является осознать свою физическую природу, принять свое физическое тело, принять связь свою с планетой Земля, принять мир материи, какие-то правила, законы, финансы. И эту сторону жизни, да, это и тот дисбаланс определенный, и это определенный дисбаланс. И наша цель в балансе и осознавать свою связь со Вселенной и свою связь с планетой Земля. Это во-первых. Во-вторых, бывают ситуации, когда техники заземления на английском grounding techniques, они действительно необходимы. То есть не просто являются чем-то, что мы можем добавить в свои практики, и что будет благоприятно и уместно для нас, но и чем-то, в чем есть острая необходимость. Это происходит тогда, когда мы из состояния баланса каким-то образом вышли, и мы в состоянии дисбаланса начинаем хуже ощущать свою связь. Именно вот то, что я говорила, с планетой Земля, с планетой Земля, со своим физическим телом. Иногда людям даже кажется, что они идут. Когда они идут, им кажется, что они чуть-чуть над Землей, чуть-чуть не касаются Земли. Или когда они ложатся в постели, им кажется, что они чуть-чуть над своим физическим телом. Или есть какой-то очень внутренний антигонизм и нежелание признавать свои связи со своим физическим телом или признавать мир материи очень негативно относиться к деньгам, к коконам. Иногда у людей возникает ощущение, что они здесь по ошибке, это не та планета, это не та реальность, в которой они должны существовать. И это всё является индикаторами вот этого дисбаланса с миром материи. Конечно же, в ряде случаев, когда вы чувствуете какую-то нестойкость в походке или это головокружение, или что земля под ногами как вата, причиной этого может быть и что-то неврологическое. Поэтому я ещё раз хочу подчеркнуть, что данное видео не заменяется консультацией с врачом и не является каким-то руководством к действию медицинским или юридическим и так далее. Поэтому если у вас именно есть вот эти симптомы, именно проблема с равновесием, какое-то ощущение, что вы не совсем касаетесь земли или вы как будто идёте как по вате, то здесь, может быть, есть смысл проконсультироваться и с неврологом для того, чтобы исключить, по крайней мере, исключить тот факт, что, возможно, проблема неврологическая. А мы возвращаемся к нашей духовной теме, которую мы обсуждали, и поговорим о техниках заземления. Итак, как и в большинстве духовных практик, я всегда говорю, и здесь это не исключение, всё начинается с нашего намерения. С нашего намерения и желания, которое мы провозглашаем прежде всего себе, а потом и Вселенной, внешнему миру. И, прежде всего, мы должны, по крайней мере, на сознательном уровне захотеть осознать свою связь со своим физическим телом, с физическим материальным миром и с планетой Земля. Мы должны понимать, что нам это нужно для того, чтобы быть в балансе и гармонии с собой. Это необходимо для баланса чакр и для гармоничного и эффективного воплощения, инкарнации жизни и так далее, и так далее. Но об этом поговорим позже. А сейчас давайте поговорим о том, как помочь себе это намерение лучше выразить, особенно в тех случаях, когда есть некое внутреннее сопротивление этому. Интересно, что такое внутреннее сопротивление может быть и у очень молодых душ, в смысле, которые мало инкарнировали на планете, и в то же время у душ, которые как раз-таки имеют очень большой духовный и инкарнационный опыт. И, безусловно, раз мы это испытываем, это часть нашего духовного пути, то, что мы должны в этой инкарнации проработать. И очень простым и эффективным помощником в этом нам могут быть аффирмации. Аффирмации, направленные именно на заземление, на принятие себя планеты Земля и физического тела. Наверняка большинство из вас знает, но я напомню, что аффирмации всегда должны произноситься в настоящем времени и без частиц «не», «нет» и так далее. Давайте я дам несколько аффирмаций для примера. Можете использовать их, а можете придумать какие-то свои личные, которые вас больше вдохновляют. Например, одна из таких хороших и приятных аффирмаций может быть «Я человек, живущий свою инкарнацию на планете Земля здесь и сейчас». Другая очень любимая мною аффирмация — это «Я едино с планетой Земля и со Вселенной». Ещё она мне очень нравится на английском. «I'm one with the universe and with the planet Earth». Как-то она так вдохновляюще у меня звучит. Ещё хорошая аффирмация — «Я душа, воплощённое в физическое тело. Я живу местную, благоприятную для меня инкарнацию на планете Земля здесь и сейчас». Кроме аффирмаций, помочь с намерением нам может и так называемый «self-talk», разговор с самим собой, когда мы объясняем себе так, как мы бы объяснили собеседнику какие-то резонные доводы по поводу своей инкарнации. Например, «Я живу на этой планете в физическом теле, потому что так выбрала моя душа. Моей душе необходим и уместен этот опыт этой жизни человека в физическом теле на планете Земля». Если бы не было необходимости в том, чтобы я жил как человек на планете Земля в физическом теле, то я бы и не инкарнировал, я бы и был какой-то душой, какой-то сущностью вселенской, и мне бы не нужно было ни физическое тело, ни эта планета, ни этот опыт, ни все эти законы материи и так далее, и так далее. И раз я здесь, то я здесь нужен и уместен. Моя душа выбрала эту инкарнацию. Эта инкарнация нужна моей душе и нужна для высшего блага всех. Это по поводу намерения. Самое первое и важное на самом деле, то, над чем нам надо работать прежде всего, особенно если у вас есть именно какое-то психологическое сопротивление, именно миру материи, да, своей инкарнации, физическому телу и так далее, и так далее. Еще не себя человеком и так далее, и так далее. Вот. Я, наверное, сменю несколько картинку и сейчас поставлю на экран красивые пейзажи и за кадром буду продолжать рассказывать вам про другие техники, которые можно применить. Пожалуйста, подпишитесь на этот канал, если вы не подписаны, и продолжим. Итак, прежде всего мы сказали о важности намерения и о том, как аффирмации и селф-ток могут нам помочь более эффективно работать именно с нашим намерением. Теперь давайте поговорим про разные техники. Что еще мы можем делать? Ну, одна из самых простых вещей, которые мы можем делать, это ходить босиком или хотя бы стоять босиком на лужайке, на траве, на земле. И в этот момент сфокусироваться на том, что мы ощущаем под своими ногами, что ощущают наши стопы. Именно ощущение вот этой травы под ногами, ее прохлада, ее текстура. Ощущение того, что мы стоим на земле, какая она стабильная, какая она прочная, какая она устойчивая поверхность земли, на которой мы стоим. Затем ощутите не только траву и землю под ногами, но и всем телом ощутите связь с природой. Почувствуйте ветерок, почувствуйте тепло солнца, сделайте несколько вдохов и выдохов, почувствуйте этот воздух. Именно сфокусируйте свое внимание, потому что все это находится постоянно вокруг нас. Но очень важно быть осознанным именно в настоящем моменте и понимать, что нас окружает. И тогда мы ощутим свое единство с планетой, и мы осознаем то, что мы здесь и сейчас на планете Земля, и мы проживаем свою инкарнацию, свое человеческое воплощение. Сфокусируйтесь на этих ощущениях земли, травы, дуновении ветра, воздуха, чем он пахнет, тепло ли, прохладно ли. Все вот эти вот ощущения вашего физического тела, когда вы находитесь на природе и стоите ногами на земле. Безусловно, и здесь вы можете воспользоваться какой-то аффирмацией, чтобы помочь себе, например, сказать «Моя душа в моем теле». Я человек, живущий на планете Земля. Я осознаю свое единство со Вселенной и с планетой Земля. Ну и так далее. Мы идем дальше и поговорим про очень известную и эффективную технику по заземлению. Можно считать ее медитацией с визуализацией. Это когда мы представляем себя деревом. Я здесь не провожу guided meditation, то есть я не провожу вам процесс медитации, но я расскажу принципы. И вы можете самостоятельно сделать эту визуализацию. Или вы можете даже начитать себе какой-то текст, где указан порядок действий, и потом его заслушивать. Итак, что нам нужно сделать в Tree Grounding Visualization? Это представить себя большим, красивым, сильным и здоровым деревом. Станьте на землю для этого. Это можно делать и в помещении, но, конечно, оптимально и идеально, если вы можете это сделать где-то на улице, в парке или у себя во дворе. Встаньте на землю или на пол, встаньте очень устойчиво. Займите такую позу, чтобы вы чувствовали, что вы стоите устойчиво. И представьте себе, что из ваших ног, из ваших стоп глубоко в землю идут корни. И они доходят до центра планеты Земля. И там они закрепляются, как якоря, крепятся за землю, и вы очень устойчивы благодаря этому. Кстати, в этой же технике можно прорабатывать очищение от негативной энергии. Представляешь, что вся негативная энергия из вашего тела, из вашей ауры уходит в центр планеты Земля. И там эта энергия перерабатывается в нейтральную энергию на благо планеты, для нужд планеты. И, естественно, эта энергия уже не является какой-то негативной. Да, она становится абсолютно нейтральной просто энергией. Потому что, как мы знаем по закону сохранения энергии, энергия никуда не девается. Она может только трансформироваться. И вот в центре Земли эта энергия, какая бы она ни была, она становится нейтральной, и она становится созидательной на благо планеты. Но мы вернемся к нашей технике, которую мы сегодня обсуждаем, основной. Это вот когда мы представили, что мы вот так вот заземлились, у нас корни идут глубоко в центр Земли. И в то же время мы можем представить, как побеги, веточки начинают идти из верхней части нашего тела, из головы, из плеч. И на них распускаются красивые, зеленые, здоровые листья. И эти листья, они восприимчивы к энергии Солнца, энергии Вселенной. И они легко впитывают, абсорбируют эту энергию в себя. И вы можете осознать, почувствовать свою связь с планетой Земля и со Вселенной. И побудьте в этом состоянии, когда вы делаете эту визуализацию, несколько минут, столько, сколько вы чувствуете для вас правильно. Для кого-то это будет 2-3 минуты, для кого-то это будет дольше. И затем, когда вы почувствовали, что достаточно, дайте себе веление, что у меня остается ровно столько энергии, сколько уместно и благоприятно для меня сейчас. Затем сделайте несколько чуть более глубоких, чем обычно, вдохов и выдохов. Верните свое обычное состояние и возвращайтесь к своим повседневным делам. Вот такая простая и эффективная техника. Сегодня я еще расскажу про медитацию, поэтому не переключайтесь, подписывайтесь на канал. И давайте пока я не забыла, я расскажу несколько более простых вещей, которые мы можем просто делать в своей повседневности для того, чтобы быть лучше заземлены и связаны с планетой Земля. А потом я еще расскажу про медитацию. Итак, одна из простых и полезных вещей, которые мы можем сделать, это добавить в свой рацион больше корнеплодов. Надеюсь, что на русском я правильно сказала. Я имею в виду всякие продукты, плод которых находится в земле. И это то, что мы едим. Например, картофель, морковь, свекла, чеснок, лук и, конечно же, имбирь. Следующая очень простая и полезная вещь, которая может помочь нам быть более заземленными и лучше осознавать нашу связь с этой планетой, это завести себе такое небольшое хобби, связанное с садоводством. Даже если у вас нету своего какого-то сада или двора, вы можете завести какой-нибудь цветочек в горшочке или несколько таких горшочков с цветами, именно за которыми вы будете ухаживать. То есть просто любоваться ими недостаточно и повесить на кого-то из ваших домашних уход за этими растениями. Это именно должно быть ваш коллаборативный процесс, вас и вот этого растения. И знаете, со временем мы начинаем понимать, что растения хотят, от чего им хорошо, от чего им плохо. И вот тут важно именно ухаживать за этим растением, поливать его, заниматься им и так далее. Вообще в идеале, но может быть не как самый первый опыт садоводства, но вообще в идеале хорошо бы именно прямо с семечки, зернышка прорастить растение, которое у вас на глазах вырастет и за которым вы будете все время ухаживать. Это вообще оптимальный вариант. Казалось бы, такое простое хобби, оно действительно помогает нам лучше осознавать и чувствовать именно свою связь с планетой Земля, с природой физического мира и нашей инкарнацией в физическом мире и физическом теле. А мы идем дальше. У нас еще одна медитативная техника, про которую я хочу сегодня рассказать. Как и в прошлый раз, я не провожу именно саму медитацию, а объясняю в принципе, как эту технику делать. Кстати, у меня еще есть девятое видео, которое я рекомендую посмотреть. Это в целом про базовую медитацию. Есть также 42-е видео, которое рассказывает о том, как составлять для себя медитации с визуализацией. И есть не совсем про медитацию, есть 32-е видео, которое рассказывает нам немного о нашей интуиции, о том, как она работает. Поэтому это так, то, что я рекомендую к просмотру после этого видео. А сейчас давайте поговорим про простую медитацию, которую можно делать просто намерением, можно делать с визуализацией, как вам удобнее. И эта медитация именно для того, чтобы работать немного с чакрами, и для того, чтобы балансировать энергию, и для того, чтобы пропускать через себя энергию Земли и энергию Вселенной. И именно, чтобы она проходила через чакры. Поэтому очень я рекомендую эту медитацию делать либо стоя, либо сидя. Но обязательно следите за тем, что вы держите спину максимально, насколько вы можете прямо. Ключевую роль в этой медитации, как и во многих духовных практиках, играет наше намерение. Поэтому мы имеем намерение, чтобы то, что мы сейчас будем делать, происходило. И даже если мы это не всегда можем почувствовать, представить, все равно это происходит, потому что таково наше волеизъявление, таково наше намерение. Кому-то это проще делать с визуализацией, кому-то без. Просто делайте, как вам это удобнее. На эффективность это не влияет. Итак, что нужно сделать? Нужно представить себе, что через ваше тело, снизу вверх, идет энергия Земли. Через ваше тело она проходит через все чакры и уходит во Вселенную Создателю, во Вселенную, как вы это предпочитаете называть. Я всегда предпочитаю делать это на вдохе. То есть я делаю вдох, и во время вдоха я представляю себе, что энергия Земли проходит через все мое физическое тело и отправляется во Вселенную. На выдохе я представляю, что энергия Вселенной или энергия Творца из космоса, из Вселенной приходит сверху, проходит через мою ауру, проходит через все мои чакры и отправляется в Землю, в центр Земли. И так надо подышать 5-10 минут в удобном вам темпе, в удобном вам ритме, прислушиваясь к себе, так, чтобы вам было комфортно и удобно. Также дайте себе веление, что у вас остается ровно столько энергии, сколько уместно и необходимо для вас сейчас. И когда вы почувствуете, что достаточно, сосредоточьтесь на своей сердечной чакре, то есть примерно посередине грудной клетки. Дайте несколько чуть более глубоких, чем обычно, вдохов и выдохов, приняйтесь в свое обычное состояние и возвращайтесь к повседневным делам. Вот такая простая и эффективная медитация. Last but not least я хочу успеть сегодня сказать еще о двух важных моментах. Это, во-первых, то, что простым и эффективным способом помогать себе быть более заземленными, может то, что мы будем больше носить или использовать в своих медитативных практиках натуральные камни. Например, гематит, янтарь, сердолик, гранат и многие другие камни, про которые, если интересно, я могла бы снять отдельное видео. Напишите мне, если это актуальная и интересная для вас тема. Но говоря очень кратко, мы можем в основном сосредоточиться на оранжевых, желтых и красных камнях разных оттенков. Естественно, я говорю про натуральные камни, не про стекло, не про пластик. Также мы можем не только носить и использовать в медитативных практиках натуральные камни этих цветов, мы также можем и носить больше одежды этих цветов, красной и оранжевой. И мы можем в медитациях на заземление, например, использовать больше оранжевых свечей. С красными свечами я была бы более осторожна, потому что там есть свои нюансы. Но их периодически тоже можно использовать во время медитации на заземление. Говоря о камнях и свечах, я также хочу вспомнить и о ароматерапии. И поговорить о том, что мы можем использовать эфирные масла, которые имеют ароматерапевтический эффект. Как мы можем их использовать? Мы можем добавлять несколько капель в свечи, мы можем в аромалампу добавлять, в воду, а потом несколько капель масла. И мы можем также использовать аромокулоны. Есть много разных способов, как работать с эфирными маслами. Не буду сейчас об этом подробно, но хочу перечислить сами масла. Но это, конечно же, прежде всего древесные масла. Это может быть масло хвойных деревьев, это может быть сандалы, кипарис, гальбанум, это может быть хиноки, это может быть пачули. Или масло ветивера, например, я нахожу очень эффективным и сама достаточно много его использую в своих практиках. Конечно, я рекомендую натуральные эфирные масла, но даже в парфюмерии можно выбрать какой-то парфюм, где будут эти ноты. Это тоже лучше, чем ничего. Это все. Это те базовые техники сземления, про которые я хотела вам рассказать. Я надеюсь, что это видео оказалось полезным и интересным для вас. Пожалуйста, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Нажмите на колокольчик, для того, чтобы не пропускать новые видео, прямые эфиры. На сегодня, пожалуй, все. До новых встреч. Ну а пока, пока.